27 миллионов жизней унесли 4 года самой страшной, кровопролитной, жестокой, безжалостной войны в нашей истории. Она оставила кровавый след на судьбах миллионов людей. Сотни саровчан собрались на площади в особый день, день, когда наши предки победили. Выстояли, отвоевали свою родину, подарили нам мир. 9 мая поистине всенародный праздник, и для каждого он значит что-то свое. Это мой прадедушка, ну и на День Победы мы вспоминаем победу родственников, которые некоторые отдали свои жизни на то, чтобы мы жили в мире. День Победы это все, у меня отец воевал две войны, финскую, отечественную, в 48-м он только демобилизовался. Ну, отдать дань погибшим, живым, чтобы жили в мире. Мы вспоминаем тех людей, которые воевали и защитили нашу мирную жизнь, нашу страну, Россию, Советский Союз. Мы живем потому, что это действие. Да, мы живем благодаря этим людям. Практически у всех гостей праздника с собой обязательные атрибуты Дня Победы. Георгиевская ленточка на груди, а в руках гвоздики. Как символ памяти погибших в той страшной войне. В нашей семье Костюкова три человека погибли в этой войне. Их уже назад не вернуть, как и многих миллионов. Священная война с фашизмом. Воины-победители, которые после войны пришли и восстановили страну. И особую миссию реализовали здесь, на территории Сарова. Создали ядерный щит. В далеком 1941-м добровольцами на фронт отправилось более 950 саровчан. 523 из них не вернулись с полей сражений. Имена жителей нашего города, которые отдали свою жизнь за великую победу, увековечены возле памятника «Вечный огонь». Мы преклоняем колени перед великим поколением победителей. Оно сделало для нас многое. Оно защитило нас от нацизма. Оно дало жизнь нашим будущим поколениям. Оно сохранило мир. Восстановило города и сёла. Достигло грандиозных успехов. Новое выступление для гостей праздника подготовили барабанщики. В завершении торжественного митинга ровным строевым шагом на Центральную площадь вышли пионеры города, активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды» и Городского союза старшеклассников «Статус». Также саровчане увидели колонну ретро-техники Военно-исторического общества «1945». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.